МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, пришло понимание того, что после посещения двух городов под руководством самого Олега Викторовича, фразинга и характера, пришло понимание того, что знания были. Знания существовали, они были, и никто их никуда не прятал, все они на поверхности лежат. То есть все это есть. Просто теперь мы не способны все эти вещи дешифровать, а все эти книжки, эти храмы прочитать. То есть все вот, оно все написано. Руководство эксплуатации и управления людьми, руководство достижения успеха в полной диапазонной технологии, ИДы, да, то есть все это есть. Что вас хотела? Конечно же, вас хотела скорость самого, самую работу Олега Викторовича, то есть скорость колоссального, скорость дешифровки всех витражей, скорость понимания, я не знаю, то есть как это назвать, самому Олегу Викторовичу, то есть по скорости он дешифровывает сами названия храмов, то, для чего они были построены, почему они были, с какой целью построены, то есть это, конечно, скорость просто восхищает его, скорость работы с этими данными, да. Безусловно, то есть ломаются свои собственные стереотипы, автоматизмы по поводу, так сказать, туристического подхода, неправильного подхода, потому что именно вот благодаря этим двум городам исправление своих ошибок, то есть пришло понимание того, что нужно не просто двигаться от объекта, то есть увидел объект, и потом уже от объекта думаешь, а что это значит. Нет, подход должен быть совершенно другой, и именно благодаря этим двум городам это понимание пришло, то есть нужно иметь уже какую-то базу знаний и уже искать подтверждение, как бы, этому, этим знаниям. То есть вопросов огромнейшее количество появилось благодаря этим двум городам. Во-первых, откуда вот Георгий Победоносец? Откуда он там вообще взялся? Просто везде. По поводу Иисуса Христа, по поводу того, как людей вообще превращали в эти ГДС, сам этот механизм. То есть это можно встретить здесь, везде. То есть благодаря этим двум городам появилось колоссальное количество вопросов. И понимание того, что насколько мы ничтожны на данный момент времени, и какими эталонами героями были наши предки. То есть еще совсем недавно люди могли достигать громших результатов, и люди входили в лику святых, у них этих людей было очень много. Сейчас мы, кроме Алиго Ильдоровича, не имеем больше никого. И это печально. И это очень печально, и именно это, как бы, тебя печалит. Потому что все очень плохо. Все колоссально плохо. То есть ты смотришь, как люди ходят по этим храмам, и они просто смотрят на эти лица, на эти облики, они вообще даже ничего не понимают, что происходит, куда они попали, что вокруг них, какие вещи вокруг них вообще на самом деле нарисованы и показывают. То есть эта экспедиция, в эти два города, это колоссальное будет открытие, потому что те витражи, которые в том же Фрайбурге были в центральном храме, если даже представить не могу, какая глубина нарисована на этом огромном количестве витражей. И люди ходят, туристы, и даже понятия не имеют, где они ходят, и что вокруг них на самом деле находятся, какие сакральные вещи, описанные в этих храмах, как в книжках. Они даже не понимают. Просто психотерапия, по-моему. То есть... У меня лично появилось огромнейшее количество вопросов. Увидела кучу своего несоответствия, то есть кучу своих ошибок, по правильности подхода. Огромное количество. Но настолько это безумно интересно, что интернет-инвозможность. Это все равно сильнее, чем я, чем интернет-главер. То есть за счет этого рычага работа над собой безусловно происходит намного быстрее. Намного быстрее. Это не симпозиумная работа, это не работа ночной встречи, это не работа дистанционной передачи технологии, это уж точно. То есть здесь подход, он колоссально еще отличается. То есть здесь ты растешь просто ежесекундно. Просто. Очень быстрый рост. значительное сокращение дистанции на совершенствование человека. Благодаря такому умным подходу. Ну и, конечно же, здесь надо быть поближе к основной коллеге выстречу, чтобы слушать то, что он объясняет. Потому что то, что он будет говорить, это бриллианты, то сокровище, которое написано на этих храмах. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин